АВ картоха дорогие друзья, вчера я зашел с целью вознагнуть в своем любимом World of Tanks и как я обычно это делаю, пока мой танк едет на фронт полчаса, я сворачиваюсь и читаю новости. Что же я вижу? Какой-то там Mail.ru со своим проектом какая-то там аромата устроила акцию, по условиям которой если зарегистрироваться в их какой-то там игре и докачаться до 6 уровня, можно получить 2500 голды в моем любимом World of Tanks, то есть халявный месяц премиума. Я естественно, как самый обычный игрок World of Tanks люто возмутился. Я пошел на форум и написал, господа, неужели так можно делать? Это грязный пиар и грязные инсинуации. Неужели вы думаете, что игроки из World of Tanks какие-то там нищие, что они продадутся за 2500 золота и побегут качать целых 3 дня танк 6 левела в какой-то там проект аромата? Никогда, ни за что игроки World of Tanks не променяют свою любимую игру ни на проект аромата, ни на проект абрамс, ни на что. Но я решил, собственно, копнуть поглубже и разобраться в вопросе как следует. И в очередной раз, когда мой форш разрядил барабан и ушел на 50-секундную перезарядку, я свернулся и пошел регистрироваться в проект аромата, дабы высказать этим хамам все, что я о них думаю. И как же низко они пали. Они всучили мне бесплатно ТАП-59, мне и всем, кто зарегистрируется в игре до 10 января. Танк, который был практически придуман разработчиками World of Tanks и стал потной мечтой каждого школьникова, играющего. Вот они дают бесплатно. Это позор. Ну и поскольку мой форш так и не закончил за это время свой ритуал перезарядки барабана, я свернулся и запустил эту аромату во втором окне. У танка включаются фары? Боже мой, какая глупость. Нет, я не могу в это играть. К тому же в их дурацкой игре нет ни одной техники, которая бы одним выстрелом сносила половину здоровья любому танку. Ну разве что ракеты и на очень ранних левелах. А серба голда? Ее там нет. Как они без нее маус пробивают? Нет, я решительно не понимаю, как играть в этот проект аромата. Ну в очередной раз мой форш разрядился и ушел на свое долгое КД и можно в принципе за это время сходить помыться, побриться и кое-где порыться, но я в очередной раз решил запустить проект аромата. Господи, по-моему этот танк едет слишком быстро. О боже, какая ложевая физика. Ну где они видели, чтобы танки так подскакивали? Вот наш разворот на пробел с тестового сервера, это да, это реализм. А черт, мой форш до сих пор не зарядился. Мне показалось ли только, что этот танк свелся за 2 секунды. Здесь что, не нужно стоять минуту и прицеливаться? Господи, какой ложевый геймплей. Господи, наконец-то он зарядился. Ни минуты больше не вынесу в этом проекте аромата. Время снова ломануться в лихую атаку на скорости 15 км в час. Сейчас я смогу выйти внезапно во фланг врагам и у них будет всего минута, чтобы отреагировать. Какой правдоподобный промах с расстояния в 50 метров. И это реалистично, ведь все мы знаем, что противотанковые самоходки воевали практически в упор. И вновь этот пресловутый выбор, газету почитать или кино посмотреть, пока этот форш перезаряжается. Господи, у них что, все танки так быстро носятся? Тогда неудивительно, что победа захватом базы случается раз в 50 боев. А что за перезарядка такая 6 секунд? Это вам танк или пулемет в конце концов? Нет, я не понимаю, что они нашли в этой армате, когда в команде меньше трех арт в каждом бою, когда арта попаданием не сносит тебе половину здоровья, когда ни в кустах не постоять, ни за камнем не посидеть. Господи, что же это за геймплей такой? Вот в World of Tanks это да, вываливаешься на своем форш и на противника. Если у него есть голда, он пробьет. Если он нищеброд, у него голды нету, то он не пробьет. Вот что я вам скажу. Pay to win выбор аристократов. Есть ряд причин, по которым я никогда не пойду играть в Armored Warfare, сколько бы они голды насчет World of Tanks мне не выплачивали. Я привык на каждой карте ехать в одну и ту же сторону, вставать за свой любимый камень и накидывать оттуда дамаг по всяким ракам, которым на месте не сидится. Я люблю заряжать барабан сербо-голдой и стрелять автоприцелом. Мне нравится система обнаружения World of Tanks, когда танк пропадает из видимости в чистом поле. Мне нравится после обновления, знаете ли, сидеть на форуме и ждать, когда великие мододелы выпустят обновления для модов, чтобы они наконец-то заработали и интерфейс игры стал играбелен. И, наконец, мне нравится этот консерватизм, который царит в мире World of Tanks, потому что за пять лет игра вообще практически не изменилась, ну разве что визуально, и ей незачем идти в ногу со временем. Да здравствует игровое средневековье. К тому же у меня, как и у большинства из вас, от низкой скорости геймплея мозг давным-давно высох, и я превратился в слоупока. И в любой другой игре мира я оконченное днище и сраный рак, поэтому мне нигде больше не рады, кроме как в World of Tanks, где я могу купить сербо-голды, накидать дамага по каким-нибудь ракам из кустов, и быть счастлив. Поэтому, вибо картоха! Да здравствует World of Tanks, живи вечно! Armored Warfare, пошёл ты в жопу! Вместе со своими акциями! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки Джову, может быть на 3 миллиона подписчиков он всё-таки обоссыт свой монитор. Ну и по негласным правилам World of Tanks, в этой игре прав только тот, кто нагибает, кто на скиле, а у кого процент побед выше 55%. Так что, вот мой пруф. Субтитры создавал DimaTorzok